Ребёнок должен быть желанным, об этом знает каждая женщина. Ребёнок должен быть запланированным, подтверждают врачи. Но как планировать свою и не свою жизнь правильно? Предохраняющие методики – это гормональные препараты, которые так боятся наши женщины. Самое основное, чего они боятся – это поправиться. Таблетка эта, которая попадает в организм, она содержит в себе гормоны. Все предохраняющие препараты, которые принимаются внутрь, через рот, они все гормонально несущие на себе. Но количество гормонов сегодня в современной таблетках очень маленькое. То есть нет ни вреда от этих таблеток женщине, если правильно подобраны гормональные препараты, и не накапливается это количество гормонов, превышающие определённый её нормальный уровень, который существует у женщины гормонально в организме. Поэтому с таблетки она поправиться не может. Но если женщина начинает нарушать свой пищевой режим, то есть увеличивать количество съеденной пищи, уменьшать количество физической нагрузки, конечно, она поправится. Как правильно подобрать гормональные контрацептивы? Посоветовать должна не подружка на лавке, и лучше не в интернете, хотя нам никто его не отменял, лучше спросить своего врача, у которого вы наблюдаетесь уже, может быть, не один день, не один месяц, не один год. Почему? Есть небольшие особенности каждого организма, как мы уже с вами раньше говорили. И подобрать нужно такую терапевтическую дозу, чтобы эта доза не превышала необходимое количество снижения уровня возможности зачатия. Кроме того, таблетки немножко отличаются друг от друга по количеству содержания того или другого гормона. И они могут нести на себе ещё лечебный эффект. Кроме того, что они как противозачаточные, они ещё могут учить организм женщины при правильном их приёме. Бывает, что, может быть, женщина принимает месяц, два-три, потом приходит, а мы подбираем в другой момент препарат. Ну, то есть, конечно, это лучше решать вместе с врачом. И самое основное, что нужно знать, что если женщина начинает принимать оральные контрацептивы, то есть вот эти вот противозачаточные таблетки, то их нужно принимать строго по часам, строго по дням. Я уже сказал, что очень малое количество содержания гормона, достаточно пропустить одну таблетку, и женщина будет берем. Многие женщины боятся, что гормональные таблетки снижают способность организма к зачатию, даже после того, как они перестанут их принимать. Врачи утверждают, что это не совсем так. Правильно подобранные гормональные средства, напротив, способны облегчить течение будущей беременности и повысить вероятность рождения здорового ребёнка. Так гласят исследования. Существуют инъекционные формы. Инъекционные, то есть введение методом шприца в организм. Мы их реже применяем с контрацептивной целью, больше с целью лечебной. И чаще всего применяем уже у женщин в возрасте за 40-38 лет. Если раньше я бы сказал, что 40 лет беременности, то меня могли бы это сменять. Сегодня у нас приходят женщины, первобеременные, повторно беременные, в 42 года. И тенденция ко второй и третьей беременности сегодня у нас увеличивается. Что такое механические способы предохранения? Из женских это так называемо, чаще применяется это мультиматочная спираль. Кто-то опять же говорит, что с ним можно поправиться, кто-то говорит, что она может расти, кто-то говорит, что она вызывает воспаление и ничего подобного. Если соблюдать чётко инструкцию, которая там написана, и которую применяет врач, то никаких вот этих побочных эффектов не будет. А воспаление, которое возникает у женщины, которые часто приписывают спиральки, на самом деле оно происходит само по себе. Но спиральку женщины почему об этом говорят? Потому что когда начинается воспалительный процесс полуорганов женщины, то спиральку чаще всего мы удаляем для того, чтобы был хороший отток. И женщины думают, что вот поэтому спиральку удаляем, потому что она вызвала у меня воспаление. Ничего подобного. Это просто методика лечения. Какими методами могут пользоваться мужчины? Мужские препараты такие, как презервативы. Но это один из самых лучших. На сегодня, да, и в мировой практике. Не знаю, почему не во всех парах он используется, но это уже индивидуально должен каждый решать для себя. Но лучше этого и более безопасного метода пока что у нас ничего не существует. До 98-99% предохраняющего эффекта при нормальном использовании, опять же, данного метода. У нас по закону разрешено определенной категории людей нормальных, абсолютно здоровых производить хирургическую стерилизацию. У женщин это пересечение труб, то есть ничего не удаляется из организма, только накладываются специальные сжимающие реки и клеммочки на трубы. И в результате этого по трубам не проходит сферматозоид, и назад не возвращается яйцеклетка, который отворен. Женщина абсолютно, как она была, так и остается. Ну, как правило, это делается лекароскопически, то есть, знаете, эта методика, три небольшие шрамы остаются на животе, практически невидимые. Но то же самое в последнее время стало практиковаться и у мужчин. Правда, еще реже. То же самое перевязываются семенные канатики. Причем у мужчин это сделать проще. А мужчины почему-то на это идут реже. Видимо, менталитет у нас еще не до конца созрел. Но это же навсегда. Если желание появилось после пересечения у того или другого индивидуума, то есть у женщин или у мужчин, остаются репродуктивные технологии, когда можно инвитро, то есть в пробирке все оплодотворить и выращивать уже непосредственно в полости матки. То есть механический путь мы пересекаем, но тем не менее яйцеклетка у женщины выделяется, мы ее оплодотворяем в пробирочке в так называемой упрощенной форме, я говорю, и женщины выношают и выражают. Как относятся врачи к методам предохранения, которые работают не до, а после? Насколько эффективно предохраняться по календарю и как это сделать правильно? Ответы на эти вопросы вы узнаете в одном из следующих выпусков. Редактор субтитров А.Семкин